История с семьей Царетиловых вновь получила широкий резонанс. Трое детей заперлись в квартире в Калининграде и угрожали выброситься с четвертого этажа. Причина якобы жестокое обращение матери к ним. Спасти детей и урегулировать конфликтную ситуацию удалось благодаря вмешательству местного имама. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Широкую огласку ситуация получила еще в 2020 году, когда отец и мать, будучи в разводе, пытались забрать детей. Первоначальным решением суда детей оставили с отцом. Но затем, после вмешательства общественников, СМИ и даже первых лиц республиканской власти, суд вернул детей матери. Это было тяжело, но решение вынесли в нашу пользу. Я очень счастлива на самом деле, потому что борьба, которая длилась больше года, она сейчас закончена. То есть есть решение, по которому уже можно работать, по которому уже можно собирать детей. Теперь же, спустя год, стало известно, что жить с мамой девочка и двое мальчиков не хотят. Дело дошло до того, что они закрылись в своей квартире в Калининграде и угрожали выброситься с четвертого этажа. Дети также записали видеообращение, в котором подробно рассказывают об условиях проживания с матерью. Ситуация получила резонанс во многих центральных СМИ. Мы заперлись от мамы. В квартире. Почему заперлись? Потому что нас никто не слышит. Мы вызываем ПДН, им все равно на нас. Кононова Светлана приходила, и мы ей сказали, что мама называла нас свиньями и куском ***, который высрала. Она сказала, что правильно, что назвала вас так. Мы хотим жить в Дагестане со всей нашей полноценной семьей, а не здесь, а не без никого. С мамиными подругами, алкашами-подругами, которые приносят всякие плохие леденцы. Мать приносила, сувала моей сестре рот леденец по *** и смеялась после этого. Еще... Мы голодные остаемся, нас не кормят мама нормально. Она за нами не ухаживает, ей все равно на нас. Спустя три часа дети все же открыли дверь, благодаря вмешательству местного имама Абдуллы Гаджиева. Они изъявили желание вернуться обратно в Дагестан и жить со своими дедушкой и бабушкой. Алхамдуллах, эти дети уже живые, здоровые. Их жизнь ничего не угрожает. Они с нами вместе здесь в прокуратуре. Этот дедушка со мной находится рядом. Бабушка, как вы поняли, снимает это видео. В первую очередь, честно говоря, искренне хочу воздать хвалу священному Аллаху, что получилось вызвать этих детей живыми и здоровыми, что с ними ничего не случилось. Это реально, на самом деле, искренне говорю, потому что когда увидел этих детей, когда я разговаривал с ними, они на самом деле были настроены сделать этот суицид, вот этот необдуманный поступок, да, хвалу священному, не получилось у них это сделать. Долгое время, с утра, как мне сказали, этот следственный комитет, прокуратура, там разные органы были задействованы, чтобы вызвали этих детей. Но они там никому дверь не открывали и закрылись, и выдвигали ультиматум, чтобы мать дала там расписку, которая позволяет детушке и бабушке их вывести на территорию Республики Дагестан. Дети сейчас находятся на нейтральной территории в детском реабилитационном центре «Наш дом» в городе Зеленоградске. Они обеспечены питанием и всем необходимым. Дальнейшая их судьба будет решаться в судебных органах. Карим Гамаев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ.